здравствуйте мы много говорим об импортозамещении но все больше о высоких таких материях какие товары мы замещаем местными сколько на полках натурального российского продукта а вот о сути этого всего о том зачем мы это делаем для кого почти никто ничего не говорит а без этого понимания получается просто какое-то советское там или спортивное состязание где ставка всего лишь медальки разного достоинства но на самом деле речь идет как это невысокопарно звучит о существовании россии всего русского народа почему да потому что без развития нашей деревни не устоять городам ведь деревня это питающий корень всей страны а для развития деревни нужно решить главный вопрос во все времена во все столетия стоящие перед народом вопрос о земле ведь не зря еще великий реформатор пётр аркадий столыпин говорил земля это залог наших сил в будущем земля это россия почему буксует сегодняшнее импортозамещение да некому производить отечественные продукты народ из деревень уехал а тот кто остался часто не горит желанием совершать трудовые подвиги даже ради солидных прибылей и борьба с кулаками и разные регулярные зачистки сельской так называемой буржуазии на деле бывшая война самыми активными и предприимчивыми крестьянами они вот шаг за шагом и привели к такому результату люди как и ехали так и уезжают и до сих пор из деревень большинство сегодняшних новых фермеров это наших ударников капиталистического соревнования это возвращенцы из городов те кто достиг своего уже потолка в городских профессиях но кто увидел громадный потенциал в организации аграрного предпринимательства они сворачивают полностью свою городскую жизнь и едут деревню откуда когда-то еще давно может быть уехали родители или даже деды становятся этакими вулканами или как нынче модно говорить это точками роста вокруг которых закипает и оживает деревня кому идут устраиваться на работу когда-то беспробудно пившие мужики с кем-то договариваются семьи по трудоустройству своих студентов после окончания городских вузов и сузов но что у нас делается для того чтобы помочь этим людям для начала давайте посмотрим какие возможности есть у нас для подобных инициатив во первых по линии программы службы занятости у нас есть программа помощи переезжающим сельскую местность по ней у нас оказывается помощь в размере ни много ни мало 50 тысяч рублей не густо есть программа помощи начинающим фермерам там у нас средства выделяется в размере до полутора миллионов рублей и со следующего года эту сумму решено поднять до трех миллионов рублей но к сожалению грантов этих на всех не хватает так что всем рекомендую заранее обращаться за этой поддержкой как минимум за год в принципе это все но самое главное что вопрос наделения землей желающего на ней работать так и не решен несмотря на то что сотни и тысячи гектаров полей нашей даже архангельской области заброшены а согласно статистике у нас в области сегодня используется где-то лишь пятая часть всех сельхоз земель получить землю очень и очень сложно если ты хочешь ее обрабатывать и причина здесь самая банальная нерадивость местных чиновников именно они должны заниматься вопросом муниципализации заброшенных сельхозугодий с последующей передачи их бизнесу и такая задача им ставилась еще в бытность губернатора михальчука но с уходом его с перевыборами глав сельсоветов все сошло на нет в этом году губернатор орлов в своем послании ежегодном областному собранию поручил областному опять же минсельхозу проанализировать ситуацию сельхоз землями и дать предложение по их эффективному использованию так у него это звучало но деятельность глав поселений которые должны этим заниматься не подпадает под юрисдикцию областного минсельхоза здесь нужна совместная работа нескольких министерств дабы чего-то достичь и самое главное если сейчас уже этим летом в контракт назначаемым главам не будет внесен пункт о ежегодном отчете этих глав о росте бизнеса о вводе сельхоз земель реализации местной продукции на вверенных им территориях то ничего не сдвинется они так и будут царствовать лежа на боку очередные четыре года вот сейчас губернатор взял на себя вот эту ответственность за назначаемых от его имени вот этих глав муниципалитетов их в этом году этим летом даже будет назначена больше сотни но требований к их деятельности губернатор к сожалению не ввел а почему не ввел то потому что теми контрактами занимаются министерства местного самоуправления а им как-то не это не их проблема что там сельском хозяйстве что там в экономике делается в этих поселениях нужно чтобы эти главы поселений имели все шансы вылетать со своих должностей досрочно случае не исполнения вот этих требований тогда они зашевелятся тогда не из-под губы будут разговаривать с крестьянином как это сейчас происходит а как их помощники мы надеемся что губернатор своим чиновникам в ближайшее время такое поручение даст без этого ничего не изменится а вообще давайте посмотрим сколько рабочих мест может создать деревня может быть не так и много именно из-за этого чиновники игнорируют направление этой работы оказывается даже по самым скромным подсчетам в каждой деревушке можно организовать не менее сотни новых рабочих мест стоит лишь решить земельный вопрос и организовать систему закупки сельхозпродукции то есть речь идет о десятках тысяч рабочих мест по всей области которые впитают себя и всю безработицу постигшие крупные наши городские предприятия да еще и привлечет потоки новых переселенцев из соседних регионов да у нас климат не лучший но именно на север всегда люди едут в тяжелые времена дабы припасть корням и заключение еще одна цитата петра аркадьевича столыпина крепкая проникнутая идея собственности богатое крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствие спасибо с вами был михаил силантеф